Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда труба находится близко от стены, а нам нужно трубу намотать фум-ленту. Сама катушка у нас здесь не проходит. Если мы начнем наматывать вот таким способом, то, как видим, намотка у нас получается отвратительная. В этом случае берем обычный простой карандаш и наматываем нашу фум-ленту на карандаш. Вот таким вот образом. Теперь берем карандаш и наматываем нашу фум-ленту. Как видим, карандаш проходит, нигде не зацепляется. И таким вот образом наматываем. Как видим, наше соединение готово. Друзья, ну а сейчас покажу, как в неровный угол врезать две доски и как сделать это красиво. Подгоняем одну доску в угол, вторую доску ставим вплотную к первой. Берем линейку, прикладываем ее к доске и отмечаем точку. Затем убираем эту доску, подгоняем вплотную уже теперь эту доску. И снова линеечка. И ставим тоже точку. Теперь от точек проводим линию к вершине. Первая линия. Убираем эту часть. Также от точки ведем линию к вот этой вершине. Лишнюю часть убираем. На торцовке убрал лишнюю часть и можно попробовать примерить. Подгоняем первую часть и вторую. Как видим, все совпало четко. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой. По истечении некоторого времени при включении светодиодной лампочки она не работает. Но не спешите ее выбрасывать, а попробуем ее восстановить. Откручиваем лампочку. И снимаем верхнюю колбу. Итак, сняли колбу. И теперь смотрим каждый светодиод. Как видим, на одном от светодиода имеется черная точка. Вот он и перегорел. Сейчас нам нужно его выпоить. После того, как выпоил светодиод, сюда капаем немного припоя. Вот как это выглядит. Теперь одеваем колбу и пробуем. Как видим, лампочка работает. Все отлично. Часто работая с болтами, либо с шпильками, часто сталкиваемся с такой проблемой, как замятие резьбы. И при накручивании гайки у нас из этого ничего не получается. То есть резьба замята, гайка не закручивается. Есть несколько способов восстановления резьбы. Сейчас вам покажу. Что касается восстановления резьбы, про лерки я говорить не буду. Есть вот такая приспособа на Алиэкспресс. Вставляем ее в шуруповерт, одеваем ее на шпильку и прокручиваем несколько раз. Вот таким вот образом. Как видим, наши шпильки заусенцы снялись. И сейчас попробуем накрутить гайку. Берем гайку. И как видим, гайка накрутилась без всяких проблем. Для второго способа нам понадобится гайка, такая же как и шпилька. То есть если шпилька десятка, то и гайка тоже десятка. И режем ее пополам. Вот что получается в итоге. То есть гаечку мы разрезали пополам. Теперь гаечки устанавливаем на шпильки. Вот таким образом. И зажимаем ключом. И теперь ключом выкручиваем нашу гайку. Гайка в данном случае служит как лерка. Конечно, сильную, прям забитую резьбу, возможно, не прочистит. Но когда небольшие замены, она вполне справится. Все. И теперь попробуем накрутить гайку. Берем гаечку и накручиваем. Тоже, как видим, накрутилась без проблем. Я думаю, многим знакома такая ситуация, когда у лампочки разбивается стекло, и лампочку из патрона выкрутить очень тяжело. Сейчас покажу вам небольшую хитрость. Для этого нам понадобится обычная пластиковая бутылка. Нагреваем край. Можно горелкой, можно зажигалкой. И одеваем на лампочку. Естественно, перед этим нужно обесточить патрон. Одеваем на патрон и ждем немножко, чтобы схватился пластик с нашей лампочкой. После того, как пластик застыл, приступаем к выкручиванию. Как видим, выкручивается довольно-таки легко. Все. Лампочку выкрутили. Друзья, кто-нибудь терял ключ от патрона, либо от дрели? И как в этом случае вы откручивали патрон? Напишите в комментариях. Ну, а я сейчас покажу небольшую хитрость. Для этого нам понадобится крестовая отвертка, либо болт по толщине вот этого отверстия. Вставляем отвертку, и также понадобится еще плоская. Ее ставим вот таким образом, упираемся и пробуем отворачивать. Как видим, патрон легко отвернулся. Таким же способом можно и завернуть патрон. Также упираемся в отвертку и затягиваем. Все, патрон затянут. Часто бывают случаи, при работе с рулеткой мы делаем замер. К примеру, доски. И идем в мастерскую ее торцевать. По дороге нас кто-то отвлек. И в этот момент мы можем забыть данные, сколько мы отмеряли. Чтобы такого не происходило, есть небольшая хитрость. Здесь нам поможет обычная малярная лента. Берем малярку и наклеиваем на рулетку. Вот таким образом. Теперь все данные можем записывать на эту малярку. К примеру, одна доска метр двадцать пять. Вторая доска, к примеру, три десять. Теперь, когда мы пойдем в мастерскую, если нас где-то отвлекут и мы забудем данные, то они всегда есть на нашей рулетке. После того, как отторцевали доски, данную малярку можно убрать и наклеить новую. Работая с большим патроном, часто требуется зажать мелкую оснастку. К примеру, вот такое сверло. Если мы попытаемся его зажать, то у нас ничего не получится. В данном случае мне помогает обычный медный провод два с половиной квадрата. Беру провод и снимаю изоляцию. Примерно сантиметра два-два с половиной. И теперь его одеваю на наше сверло. И теперь можно зажимать в патроне. И затягиваем патрон. Даже затянув от руки, как видим, сверло у нас держится крепко и надежно.